Канал «Умно и разумно» приветствует всех вас! Я вам расскажу о нескольких пунктах, как вы сами можете себя сглазить. Многие слышали не раз, а может и сталкивались с такими ситуациями, когда может сглазить кто-то другой. Но бывают случаи, когда человек сможет сам себя сглазить. Это так называемый самосглаз. Признаки самосглаза – это постоянное недомогание. Вместо везения начинается черная полоса, повышенное ощущение морального дискомфорта и повышенная тревожность. Начинает мучить бессонница, начинают сниться плохие сны. Внешне вы как-то подурнели. Не получается никак сосредоточиться на важных делах. Вялость, беспричинные ссоры с близкими, раздражительность. Как же человек может сам себя сглазить и навлечь на себя неприятности? Вот главные способы. Вы много хвалились своими успехами. Сам себе человек создал ловушку. Он считает себя счастливчиком. Возможно, расслабился раньше времени. Может быть, его успехи слишком злят других людей. Соответственно, на него идет волна сильного негатива. Рассказал о своих счастливых вещах, амулетах и особых приметах. Магия на то и магия. Это симбиоз вашей персональной энергетики и вашего самонастроя. Чем меньше людей будут знать о ваших персональных инструментах, тем будет лучше. Слишком рано рассказывали о своих планах. Известный психологический эффект рассказал о своих планах. Мозг посчитал, как уже исполненное. Соответственно, меньше вкладывается в работу над этим делом. Да и мотивация человека снижается. Ведь его уже похвалили за такой хороший план. И сам себя он похвалил. Долго чего-то боялся. И ждал от этого негатива. Так получилось, что сами себя запрограммировали на отрицательный результат. Плюс слили свою энергию. Слишком много времени проводили перед зеркалом. Особенно опасно смотреться в зеркало после полуночи. Опасно есть перед зеркалом. Съедите свою удачу и красоту. Не стоит избыточное количество времени проводить перед зеркалом. Много жаловались, ругали себя и преувеличивали свои потери. Опасно не только много хвалиться своей успешностью, но и наоборот много жаловаться и плакаться. Вся вселенная воспринимает это как запрос к ней и начинает его выполнять. Самосглаз – это энергетический и психологический удар, который вы наносите сами себе. Поэтому лучше больше работайте, мыслите позитивно и помните, что счастье всегда любит тишину.